Ну что, ребята, мало кто делает отчет после того, как залили свой фундамент. Блин, нас было мало, поэтому некогда было совершенно снимать. Шел еще дождь во время заливки. Кто идет, то перейдет, поэтому даже камеру не было возможности поставить, чтобы она снимала. Но все залили, нигде ничего не раздавило, нигде ничего никуда не ушло. Но лили бетон без гасителя бетона, на бетононасос такой ставится. Прям без него лили, она вот так вот вибрировала. Но, видите, все вообще прекрасно, идеально стало. Нигде ничего не сломало. И даже вот на самых больших таких ответственных местах опалубки, я думал, что эту проволоку на клицах будет разгинать. То есть будет туда тянуть, ее будет вот так вот разгинать и туда затягивать. Вот оно все как стало, как все зафиксировалось, так и стоит. Вообще, вот просто как поставили в размер, так оно в размере и осталось. Причем, с одной стороны, видите, мы ее варили, проволоку, шестерку, кусочки арматуры, разные железы. Железо ставили. А с другой стороны клипсу. Это чтобы сэкономить на клипсах, делали так. Были у нас, конечно, сомнения в том, что выдержит или не выдержит такая система. Порвется там на сварке. Вот это вот дело. Разогни вот это все дело. Там доску сломает. Площадь-то маленькая. Вон, как с той стороны. Было очень много вопросов, но все эти вопросы, видите, решились. Ничего не сломало, ничего не отломало, не разогнуло, не порвало. Все прекрасно держит. Вот дюймовка доска, опалубка. Здесь метр двадцать высота. Три клипсы в ряд стоят. Можно было делать две. Одну внизу, одну посередине, а сверху палку. Но мы сделали и клипсы, и палки, и все на свете. По палкам, кстати, было очень удобно ходить, заливать с насосом. Я один ходил, вот так вот поверху опалубки, держал ствол от бетона насоса, и все это дело заливалось. Вот. Причем, видите, вся доска в пленке у нас замотана и осталась чистая. Не тронутая бетоном. И ее мы теперь использовать можем свободно на крышу. И такой вот еще вам хочу показать момент. У нас было по две доски в пленку замотанная. И вот видите, что из этого получилось. Бяка какая, вон с той стороны такая же штука. Вот с этих щелей полез бетон. Мелкий песок с водичкой, но пошел через эти щели. Там прям вот вся полоска такая грязная. Не знаю, что там будет с доской, но буду распаковывать, буду смотреть, что с ней получится. Фанира ламинированная, тоже очень хорошо держится, но она больше играет вот так вот, когда заливаешь прям. Очень сильно играет. Если делать большую высоту, то на большой высоте надо использовать доску на ней, наверное, поперечную. Вертикальная не особо играет. Очень сильно играет. Ну, так в целом все, видите, получилось. Чопики вбивали. Вот здесь у меня были отрезки, обрезки. 20 на 40 вбили. Тоже все сдержало. Все прекрасно. Кстати, ребята, на ютубе смотрел много роликов по поводу вот этого всего дела. И многие советовали заливать поэтапно. То есть там первые 50 сантиметров, потом еще 50 сантиметров. То есть не все сразу заливать, так сказать. Но мы залили сразу всю высоту. И получилось довольно-таки обалденно. Мы начали лить вот с того угла, ну, с небольшой высоты. И получается вот с одной точки лили. И он растекался. Прям кайфовый. Ну, и тем самым набирал высоту потихонечку. А потом уже сверху долупливали бетононасосом. Вот они мои поливальщики бетонопомощники. Хочу развеять несколько мифов про опалубку и сборку опалубки на саморезы. Ну, первый самый такой дебилый миф о том, что саморезы, вот эти вот черные, черные деревянные саморезы, они будут ломаться. Они хрупкие, они ломаются. Вот так вот мы все собирали. Вот видите, стоечки, два саморезика там, один в эту доску, один внизу. И такой же упор внизу стоит. Плюс вся опалубка собрана на саморезах. Ну, на таких вот, по дереву. Просто разные длины. Где надо подлиннее, где надо покороче. Плюс сверху вот такие вот палочки стояли, тоже на таких саморезах. Где один саморез, где два самореза. И ни один саморез не сломало. Когда мы заливали, заливали, причем бетононасосом. Все это дело. Ломал только я их. Бывали, попадались такие саморезы, когда его вкручиваешь, он где-то вот здесь вот под шляпкой хлоп и сломался. Хлоп и сломался. Бывали, попадали. Но вот закрученные саморезы в самом, как сказать, в самой опалубке ни один не сломался. Второе, еще такой момент. Многие говорят, что вот после заливки, видите, они все бетоном залитые. Раз-два, бетон отскочил. Вот тоже, видите. Хоп, бетон отскочил. Хоп, бетон отскочил. Точно так вот идем, вот возьмем саму, ну, засранное, да? Раз, бетон отскочил. И вот тоже все отскакивает элементарно. Они не откручиваются чаще вот в таких местах, где вы закрутили, он в доску туда провалился. Его просто нету возможности найти. Вот, например, как в этом месте. Видите, он в доску провалился, она бетоном, доска эта заделалась. Ну, тут видно вот здесь, вот здесь. Но, навряд ли в том месте уже что-то открутится. Поэтому вот в таких местах они не откручиваются. А еще плюс, мы использовали старые саморезы. Вот, они уже потертые были, затертые. И такие саморезы открутить еще сложнее. Вот, ну, они спокойно выламываются, как гвозди. Выдираются оттуда. И ничего страшного нет. Что гвозди, что саморезы, разницы никакой. Гвоздь, он гладкий, и он вылезает из опалубки. А саморез, он держится. Чуть получше, чем гвоздь. Вот такие вот мои наблюдения по поводу сборки опалубки на саморезы. Ну что, надеюсь, ветер не сильно мешал. На этом всем добра, всем пока и удачи. Надеюсь, мой опыт кому-то из вас поможет. Продолжение следует... Продолжение следует...